Какой должна быть белорусская оппозиция, чтобы полноценно и по всем направлениям противостоять режиму Лукашенко? Точно не такой, как сейчас, считает известный белорусский политолог Павел Усов, который нередко критикует и офис Тихановской, и объединенный переходный кабинет, и Координационный совет за промахи и провалы, а также недостаток организации. Пространство для критики, прозрачность и сменяемость – это неизменные спутники демократии, которые необходимы любой оппозиционной структуре. Но как может выглядеть тотальная перезагрузка белорусских демократических сил? Зачем она нужна и помогут ли эти перемены в борьбе с режимом Лукашенко? Об этом мы и поговорили с экспертом. Необходим полной кадровой перестановки и серьезной отставки людей, которые либо себя диспозитировали, либо показали свою неэффективность в управлении оппозиционными структурами. Замена, но для этого необходима политическая воля, прежде всего, Тихановская, потому что она пока что обладает мандатом на какие-то перестановки. Но даже в вопросе Азарова была не в состоянии этого до конца решить. И второй момент – обновление этих структур посредством поиска новых людей. А это значительно сложнее сделать по причине того, что мы наблюдаем отток и доверия, и отток кадров, и вряд ли кто-то сейчас будет склонен к тому, чтобы войти в эти структуры. Но если полностью поменяется состав и состав советников, возможно, будут предложены новые решения, и это привлечет новых ответственных людей как в плане экономическом, так в плане политическом, в плане коммуникации и так далее. Отсутствие ответственности будет приводить к еще большей стагнации, к еще большему загниванию структур, и никакие реформы с теми людьми, которые привели к этому кризису, не будет, не могут реформы реализовывать те люди, которые стали причиной кризиса. Соответственно, необходимы новые люди. Этих людей на сегодняшний день нет, соответственно, реформ никаких не будет, и оппозиция будет и дальше разваливаться. На сегодняшний день условий для формирования какой-то новой оппозиции просто в принципе не существует. 20-й год был самым благоприятным годом для формирования новой оппозиции из новых людей, притягивания этих новых людей в новое движение, в новые структуры. Прежде всего, 20-й год создал условия для появления совершенно новых людей, не связанных с политической реальностью и действительностью. Перед 20-м годом старые оппозиции, конечно, частично в структуры пришли люди из системы и привнесли свои болезни, свои проблемы, которые были в той политической культуре авторитарного режима. Я говорю и о бывших чиновниках, я и говорю и о бывших силовиках. Это же не новые люди, это люди с определенным бэкграундом, с определенным психологическим взглядом на вещи, с пониманием того, что в системе все строилось на интригах. И они вот эту вот систему привнесли в новую политическую среду. Также постепенно в эту среду кооптировались представители старой оппозиции. То есть вот этот новый потенциал новых людей, хотя они и пришли в оппозиционную среду, он до конца не был использован по той простой причине, что у этих новых людей не было никакого опыта функционирования в оппозиционной действительности. То есть как это работает, как развиваются структуры. И очень быстро вот этот потенциал был адаптирован к старым условиям, к старым принципам, к старым механизмам функционирования оппозиционных структур. С элементами авторитарной системы, которая была характерна и культурой, которая была характерна для бывших чиновников и бывших силовиков. То есть вот эта энергия, она энергия созидания и потенциал, вот этот настрой, потому что очень много людей хотели вкладываться, очень много людей хотели работать в новой структуре, но их просто использовали, а потом вытеснили. Важно еще быть привлекательными для людьми, показать, что это действительно нечто новое, что это эффективное. А в условиях, когда после трех лет безуспешной борьбы практически пространство, с которым мы сталкиваемся в оппозиционном поле, выжженное в плане доверия, в плане истощенности психологической и моральной, это сделать практически невозможно. Если говорить о полке Калиновском, это тоже нужно понимать, что это не политики. Конечно, если война затянется и если война заморозится, то надобность присутствия военном полка Калиновского в Украине отпадет. Соответственно, эти люди будут искать свои реализации в каких-то иных проектах. Будет ли это новый политический проект, сказать крайне сложно. Посмотрим, что произойдет по итогам той конференции, которая прошла в Киеве в конце ноября. Пока с мертвой точки ситуация не сдвинулась, будет ли какая-то дальнейшая инициатива Калиновского полка по созданию и развитию каких-то структур на сегодняшний день. Этот аспект под большим вопросом, поэтому, резюмируя, могу сказать, что, по крайней мере, в ближайшее время не будет ни условий, ни возможности формирования какой-то новой политической среды, если люди активизируются и в какой-то степени войдут в координационный совет, создадут там какую-то фракцию мощную, какое-то мощное политическое движение. Хотя маловероятно, но это будет одна из возможностей. Исходя из того, как собираются быть реализованы выборы в координационный совет, то, скорее всего, координационный совет целиком и полностью окажется под контролем офиса Тихановского совместно с кабинетом Тихановской. То есть произойдет вот эта монополизация, полное закрытие оппозиционных структур от внешней среды, от внешней критики. Останутся те же люди, и оппозиция продолжит свое падение. Не существует ни идеальной оппозиции, ни идеальной демократии, ни идеальной власти. И рассуждать в таких категориях – это, скажем, вводить самих себя в заблуждение и обманывать самих себя. Нет идеальных людей. Нужно это понимать, и нужно из этого исходить. Но должны быть механизмы, которые будут ограничивать глупость, безответственность этих людей, где бы они ни находились – во власти или в оппозиции. Исходя из сегодняшнего положения, это второе, в котором оказалась Беларусь, в котором оказалось демократическое сообщество, и общество, и страна, эффективной борьбы с режимом Лукашенко просто не существует. Эффективная борьба – это вооруженная, активная борьба. Это фактически противостояние на поле битвы, открытое, жесткое. Этого ни одна из сегодняшних структур реализовать и представить, и пойти не может. То есть возможности вот этого открытого противостояния и какой-то степени перелома ситуации была упущена в 2020 году. На сегодняшний день нет предпосылок для того, что кто-либо, даже если полностью, тотально оппозиция будет обновлена, предложит эффективный метод борьбы с режимом. То, что может предложить оппозиция – это сохранение доверия к себе. Это сохранение поддержки социальной и политической к себе как внутри страны, так и за рубежом, прежде всего диаспоры и прежде всего белорусов, я говорю об этом. Это сохранение потенциала, который будет необходим в случае политических изменений в будущем в Беларуси. Потому что без этого потенциала оппозиция будет просто ничем. И влиять, и бороться за власть она не сможет. Вот это первоочередные задачи, которые стояли после 2020 года и будут стоять после 2024 года, но эти задачи нерешаемы по причине отсутствия успешного управленческого аппарата. И, как я уже сказал, нет идеальных людей, должны быть механизмы контроля. Такими механизмами контроля является публичная критика, работа средств массовой информации независимых, которые будут жестко, открыто и принципиально указывать на ошибки. И это обязанность также экспертов и всех аналитиков, которые есть в оппозиционном пространстве. Это первый механизм. Второй механизм – механизм ответственности. Любой провал, за любой скандал, люди должны вынуждаться покидать политическое пространство. Неважно, какие были бы заслуги их в прошлом, но ошибка – человек должен нести ответственность. У вас есть вопросы к экспертам? Пишите их в комментариях или присылайте в наш чат-бот. Ссылка в описании к ролику. Все ответы по понедельникам в проекте «Народ спросит».